Что-что? Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись студент. Если старые комедии и Оливье больше не радуют, примета верная – пора на работу. Под конец новогодних каникул сонливость и нежелание вставать с дивана – обычное дело. Очень тяжело было, сколько дней можно отдыхать. Очень приятно работать. Сегодняшний день – первый день, первый год. Это целая неделя, правильно, не знаю, чем заняться. И вы успеете заболеть уже и выздороветь. Обычно, что бодрить, с кофе выпила, да пошла на работу. После затяжного отдыха резкая смена образа жизни для организма – стресс. Лучше не хвататься за все сразу, а убраться на рабочем столе и выбросить лишнее – из головы. Негативные мысли могут стать причиной хандры. Гоните их прочь, рекомендуют психологи. И благодарите, благодарите. Не зря 11 января отмечается Международный день «Спасибо». Наши мысли в это время нам очень сильно могут испортить настроение. То есть, если после праздников в голове крутятся мысли «опять это работа», «опять этот шеф», «опять я что-то делаю не то», эти мысли нужно останавливать сразу и переформулировать. Как хорошо все-таки, что у меня есть работа, у меня все-таки будет зарплата скоро, и шеф не самый плохой в жизни. В январе самое время начать новую жизнь. Например, отказаться от вредных привычек, заняться спортом. Велика вероятность, что родные и друзья вас поддержат. А вот садиться на жесткую диету пока не стоит. Организм может впасть в ступор. В эти трудные дни Нового года конфеты как лекарство. Пусть на вашем рабочем столе всегда будет что-нибудь вкусненькое. Конфеты добавят позитива, а мозг станет лучше соображать. Ольга Морозова, Максим Гусев, События.